Народный прокурор, спасибо большое за донат. В принципе, я это, конечно, видел уже не раз, но давайте пересмотрим. Это трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя на голове тёплую шапку, пытаясь выяснить, кто... Смех заразительный тут скоро нет. Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем новость из мира детской литературы. 4 апреля в городе Стокгольме вручили международную премию имени бабушки Астрид Лингрен за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Премий был удостоен немецкий художник-иллюстратор Вольф Эрлбрух. Одна из наиболее известных работ у Вольфа иллюстрации к мировому бестселлеру «Маленький крот», который хотел узнать, кто насрал ему на голову. Это трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, «Обнаруживает у себя на голове теплую шапку». Пытаясь выяснить, кто навалил ему на башку, крот путешествует по окрестностям, внимательно изучая говно местных обитателей. Окончательную точку в говнорасследовании ставят мухи-криминалисты, которые пробуют говно на вкус и безошибочно указывают на автора, собаку-мясника. Крот бежит восстанавливать справедливость и наваливает кучу на бошку пса, после чего полный радости и умиротворения возвращается в норку. По словам маститых литературоведов, данное произведение значимо тем, что вводит ребенка в тему естественных функций человеческого тела. Путь к изданию данной книги был тернист, но сейчас она переведена на 27 языков и выпущена тиражом в 3 миллиона экземпляров. Высокое жюри отметило, что Вольф делает экзистенциальные вопросы доступными и понятными читателю любого возраста. Также жюри обратило внимание на юмор и теплоту, глубоко укорененные в идеалах гуманизма в работах Вольфа. Обосранный крот, кучи говна, мухи-говноеды, ну какие могут быть сомнения, здесь все без обмана. Надеюсь, в самое ближайшее время про обосранного крота снимут замечательный детский мультик, ну а потом и полнометражный фильм. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя... А это уже эти самые. Типа неудачные моменты пошли. Трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя на голове теплую шапку, пытаясь вырезать. Трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя на голове теплую шапку. Пытаясь выяснить, кто навалил ему на башку, крот путешествует по окрестностям, внимательно изучая... Блядь, конечно... Смех, смех. Тут по предложению придется. Да. Ну тут смешно просто из-за смеха самого и все. То есть, по сути... Ну может быть, просто я это уже много раз видел и так далее. А может быть, еще в контексте того, что до этого были какие-то серьезные новости, обсуждения, а тут вот новость, что про обосранного крота. Ну, в общем... Называется «Гоблин про обосранного крота». Нормально.